К нашему эфиру присоединяется Елена Сотник, правозащитница, советница, вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции. Елена, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Елена, президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, который находится в Украине с визитом. Можем ли мы говорить о каких-то итогах, чем этот визит стал знаковым, если так произошло для Украины? Ну, безусловно. Первое основное – это то, что в Украине на сегодняшний день открыт самый большой офис, за исключением, конечно, основного офиса в ГАГе. И это означает, что те преступления, которые совершает Российская Федерация в войне против Украины, они имеют топ-приоритет для Международного криминального суда. И то, что работа ведется непосредственно на месте, то есть ни дистанционная, ни отдельные поездки или командировки как прокуроров, так и следователей Международного криминального суда, это дает возможность более эффективно и, конечно же, быстрее расследовать те дела, которые находятся в сфере их юрисдикции. Елена, вот эта активизация по созданию Международного уголовного суда за последние несколько недель, можно даже так сказать, или месяц, Джо Байден дает распоряжение Интагону активнее делиться разведданными, которые у них есть с Международным уголовным судом, приезд Каримахана, открытие офиса. Говорит ли это о том, что наши западные партнеры приняли консолидированное политическое решение, наконец-то, о неизбежности наказания агрессора и авторов этой войны? Я тут, прежде чем ответить на ваш вопрос, должна напомнить про ордер, который был выписан непосредственно президенту Российской Федерации Путину Международным криминальным судом по отношению его обвинению как раз в промысловии депортации детей, принудительной депортации детей из наших территорий, то есть территории Украины. Это беспрецедентный вообще был шаг, потому что никогда ни против одного члена безопасности Совета ООН никогда не выписывались такие ордера. И, в принципе, с политической точки зрения это уже был сигнал, что будет правосудие. Самое ключевое и самое проблематичное то, что мы прекрасно знаем, что Российская Федерация не выдает своих людей. Очевидно, что она не выдаст Путина, хотя все может поменяться в России, и мы очень сильно на это надеемся. Но на данном этапе мы должны понимать, что заочного никакого правосудия в Гаге быть не может. Это только физическое присутствие обвиняемого. Поэтому пока не будет выдачи физической Путина, то, конечно, правосудие над ним не произойдет. Но почему я вспомнила про этот факт? Потому что именно он стал таким, знаете, поворотным моментом, когда даже Соединенные Штаты, а ни для кого не секрет, что у Соединенных Штатов очень скептическое отношение к Международному криминальному суду, даже Соединенные Штаты начали вести сотрудничество, передавать доказательства и так далее. Очевидно, что у них очень большая база, у них большие возможности, в принципе, по сбору различных доказательств, включая цифровые возможности, технологии, спутники и так далее. Их материалы точно и однозначно будут суперважными для этих дел. Я могу точно ответить, что, скорее всего, именно с момента выдачи этого ордера, в отличие от Украины, там немножко другие правила, да, то есть там ордер выдается судьями, то есть уже в тот момент принимается такое решение только в момент, когда действительно прокурорам собрано такое количество доказательств, когда, в принципе, они уже не имеют сомнения, что обвинение может быть поддержано в суде. То есть это должна быть такая критическая масса доказательств. Хоть они не комментируют по этому поводу, в принципе, ничего, это нормальная практика Международного криминального суда, но мы с вами можем понимать, что они собрали убедительные доказательства, и в том числе Соединенные Штаты понимают, что эти доказательства убедительные. То есть уже отступать некуда. Поэтому с политической точки зрения, да, я с вами соглашусь, это точно означает, что правосудие, по крайней мере, возможность этого правосудия в случае, если президент России будет физически выдан Международному криминальному суду, оно принято, по крайней мере, ключевыми странами, в том числе, я очень надеюсь, всеми подписантами римского статута, потому что что означает этот ордер? Этот ордер означает, что все, кто подписали римский статут, любая страна, если Путин решит приехать в эту страну, они обязаны его выдать Международному криминальному суду. Да, и последний пример с президентом Бразилии был очень красноречив, что такое, в общем-то, этот римский статут. Елена, ну мы же знаем, что ордеры Международного уголовного суда, они зачастую, в большинстве своем даже, они негласны. И то, что вот Путину объявили, ну, это было даже как прецедент, что озвучили о существовании этого ордера. Как вы считаете, как много на сегодняшний день российских политиков и чиновников уже имеют ордер от Международного уголовного суда? И ведется ли работа по новым делам? Очень хороший вопрос, потому что на самом деле абсолютно не могу подтвердить, что выдача всех ордеров не публична. Наоборот, всего в Международном криминальном суде за его историю существования было рассмотрено, по-моему, 50 дел. Это очень, кажется, маленький показатель, но эти дела, они были весьма сложные, имели определенные свои политические последствия, геополитические последствия. Большая часть, кстати, криминальных дел, судебных разбирательств, они касались как раз континента, африканского континента. И это, кстати, вызывает у них тоже так называемого сейчас популярного направления Global South, да, у них тоже это вызывает большие вопросы, что есть избирательное правосудие, по их как раз вопросам, делам и высшим должностным лицам ведутся криминальные дела, вот как они говорят по западным странам вообще никогда в жизни такого не допускалось. Поэтому говорить, что прямо все не публично, нет. Наоборот, когда выписывается ордер, суд обязан сообщить всем странам-участницам про то, что есть такой ордер. И, как правило, все равно происходят выбросы информации, какая-то эта страна обычно эту информацию сливает, поэтому это не первый прецедент. Но этот прецедент был очень важен, потому что хоть Международный криминальный суд никакого отношения к политике не имеет, и они всегда говорят о своей деполитизации, отстраненности от политических процессов. Но, несомненно, как я уже подчеркнула, ордер относительно высшего должностного лица президента России, который есть частью Совета Безопасности ООН, это политический такой имеет контекст в том смысле, что нету неприкасаемых. То есть мы готовы, настолько брутальные действия, настолько как раз критическая масса этих преступлений, военных преступлений в Украине сейчас совершено, и Путин делает очень много прямых заявлений, которые подтверждают его непосредственное участие в этих преступлениях, что, в принципе, уже отступать было некуда, и, конечно же, они сделали это публичным для того, чтобы всем, даже сомневающимся условно странам, показать, что, ну, как бы, дороги назад нету, и правосудие уже выбрало, как бы, свой путь, и это неизбежно. Если говорить про других лиц, смотрите. Во-первых, еще раз, я не зря подчеркнула цифру 50. Это означает, что мы не должны ожидать, что вот этих дел в Международном криминальном суде будет очень много. Несмотря на то, что уже 104 тысячи криминальных производств в Украине по украинскому законодательству зарегистрировано именно относительно военных преступлений Российской Федерации в Украине. Но не ждите, что там, не знаю, 100 или 50 дел будет в Международном криминальном суде. Ожидается, что в ближайшее время может появиться дело, которое касается разрушения гражданской инфраструктуры и также ударов по гражданскому населению. Это прямое нарушение Женевской конвенции. И таких фактов очень много. И ни для кого не секрет, что прокурор Хан специально приезжал, он исследовал все эти объекты, он исследовал как раз атаки дронами и так далее, и так далее. То есть и ракетные, конечно же, удары. И я могу предполагать, что кроме депортации детей в следующем может появиться такое дело. Кто там будет в качестве фигурантов, ну, скорее всего, это все равно высшее руководство, потому что по практике Международного криминального суда, как правило, низшего уровня исполнителей, они редко встают фигурантами этих дел. То есть они редко в конечном итоге там сидят на скамью подсудимых. Но я думаю, что это вопрос Украины. У нас вполне достаточно и возможностей. Сейчас нам очень сильно помогают наши партнеры, в том числе технологическими решениями, для того, чтобы мы могли доказывать непосредственно участие в этих преступлениях как раз исполнителей. И я думаю, что имея возможность даже заочного производства, мы вполне можем обеспечить возможность обвинительных процессов по ним в Украине. Ну и есть еще один кандидат на ордер на арест. Это Александр Лукашенко. Европарламент призвал Международный уголовный суд в ГАГе выдать ордер на его арест. Как думаете, насколько велики шансы у Лукашенко сесть на одну скамью подсудимых с Путиным? Смотрите, все, что касается деятельности Международного криминального суда, это вопрос сбора доказательств. Что для того, чтобы выписать ордер Лукашенко необходимо? Необходимо доказать цепочку того, что его конкретные действия, что его приказы стали следствиями каких-то военных преступлений на территории Украины. Будет ли такая возможность, в отличие от Путина, как мы помним, Лукашенко очень редко делает какие-то такие открытые заявления относительно его участия в российской войне в Украине. Он очень осторожен в этом плане. Поэтому сбора этих доказательств – это достаточно серьезный вызов. И поверьте, как бы нам не хотелось, как бы мы все не понимали, с юридической точки зрения для Международного криминального суда одних там фактов даже вылета ракет, например, с территории Беларуси недостаточно. Они будут искать именно доказательства связи того, что Лукашенко давал приказы. Это непростой вопрос, очень непростой. Но я думаю, что, в принципе, заявление Европейского парламента, если будет такое политическое, не то, что давление, а просто внимание к этому вопросу постоянно, то, конечно, Международный криминальный суд будет над этим работать. Но честно вам скажу, что я оцениваю эти шансы намного ниже, чем, например, шансы, что Путин может получить еще один ордер в Международном криминальном суде, например, по Вагнерам. Потому что буквально недавно он опять сделал уникальное просто заявление, когда мы все наблюдали за тем заговором, Да, извините, российский язык полностью забыт. Да, за тем заговором, который происходил в России. И одно из официальных заявлений Путина было, что они в течение года, то есть с марта месяца по март месяц 23-го, финансировали полностью Вагнера. И он даже называл цифры. То есть это, вам скажу, прямое, просто прямое свидетельство, прямое доказательство, что я финансировал незаконные военные формирования, которые совершали криминальные преступления. Плюс мы знаем, что Вагнер состоял из также людей, которые были как раз приказом Путина, лично подписанным, освобождены из тюрем. То есть вот тут я бы точно сказала, что перспективы намного более широкие, прямые. Но только опять же вопрос, мы возвращаемся. То есть ордер — это очень важный юридический факт. Он помогает создавать вот это политическое давление. И лидер Российской Федерации, он чувствует, что он просто изгой во всем мире. То есть он никуда даже выехать потенциально не может. Вот вы хоть посмеялись над бразильским президентом, но в случае с Путиным он отменил свой визит в Южную Африку. И это очень много о чем говорит. Хотя до этого заявлял, что он точно 100% поедет. У него впереди тест на поездочку в Китай. Вроде бы и ничего опасного, но перелет длинный. До заправки возможны, да? Глядишь, и от него откажется. Спасибо вам огромное за этот разговор на трофейном языке. Елена Сотник, правозащитница, советница вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции, присоединялась к нашему эфиру. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»